Добрый вечер, уважаемые трейдеры, клиенты компании Амаркетс и те, кто к нам присоединился на нашем вебинаре. Что такое криптовалюты и как можно на них заработать? Прежде всего, хотелось бы понять, хорошо ли меня видно и слышно. Поставьте плюсики в общий чат, если это так, и мы начнем разбирать основные темы. Конечно же, я уверен, всех судей по комментариям в чате интересует, что происходит со сферой криптовалют в целом и, в первую очередь, с биткоином. К этому мы, конечно, перейдем, особенно подробно разобрав ключевые криптовалюты в торговой платформе МТ4 во второй части нашего вебинара. Спасибо за обратную связь и можем переходить уже к тем темам, которые мы для вас подготовили. Начинаем мы, как обычно, вкратце обозначу план сегодняшней трансляции. Начинаем с небольшой теоретической вводной части для тех, кто пока еще мало знаком с криптовалютами. Либо хотел бы освежить знания в области методологии и теории. Это буквально 7-10 минут, не больше обычно занимает у нас. И далее мы уже перейдем к обсуждению ключевых новостей на рынке, которые сейчас происходят и которые оказывают влияние на котировки ключевых криптовалют. И, конечно же, что самое важное, перейдем в торговую платформу, где в режиме реального времени разберем с позиций тех анализа, ну и плюс, конечно же, на основе фундаментального, те ситуации, которые происходят. Записи всех вебинаров у нас хранятся на YouTube-канале, можете там их посмотреть и понять, что те торговые идеи, которые мы даем в ходе вебинаров, обычно очень и очень неплохо себя показывают. Плюс, как уже было верно замечено в чате, была добавлена ссылка на наш телеграм-канал, где не как раз в неделю, как мы сейчас с вами общаемся в ходе вебинаров, а именно в режиме реального времени 24 на 7 выкладывают все ключевые торговые идеи и идет активное обсуждение. Всегда торговля по криптовалютам. Также советую вам в него включиться, в этот канал, чтобы быть в курсе всех последних тенденций, новостей и, конечно же, отслеживать динамику по криптовалютам. Итак, криптовалюты, я думаю, каждый из вас так или иначе знаком с этим понятием. Виртуальный, полностью виртуальный либо цифровой актив, который нельзя потрогать, скажем, либо положить в обычный кошелек, но тем не менее, который является полноценным платежным средством. И на самом деле, если вы простой вопрос зададите о том, для чего же нужны криптовалюты, о чем почти все начинающие спрашивают, то очевидно, что изначально он создавался для проведения расчетов и платежей в системе, то есть был некой альтернативой по замыслу разработчиков традиционным средствам расчета. И, прежде всего, они это обусловили тем, что, скажем, нынешняя экономическая система неэффективна, на их взгляд, на самом деле, так оно и есть. Если мы обращаем внимание, скажем, на деятельность регуляторов или центральных банков, то мы видим, что не всегда их действия эффективны. Плюс, конечно, есть очень серьезный элемент надежности в проведении традиционных платежей, если мы делаем это через интернет. А вот в случае с криптовалютой, как, я думаю, многие из вас уже успели это оценить, все происходит довольно быстро, практически моментально и с минимальными издержками. Ну, если мы выносим за рамки биткоин, конечно, по времени обработки транзакций в системе биткоин уже очень много было разговоров о том, что с позиции основного предназначения на проведение расчетов и платежей биткоин сейчас далеко не самая интересная криптовалюта. Оно вот в плане своего веса, в плане своего статуса. И вот, опять же, обращая внимание на вторую причину, для чего нужны криптовалюты в плане инвестиций, спекулятивного дохода биткоин, конечно, является лидером. И вот мы переходим к второму предназначению криптовалют, которое очень активно начало развиваться именно в текущем году, потому что мы сами понимаем, да, что чем сильнее и чем большими темпами увеличивается стоимость каких-то активов, тем больше внимания они к себе привлекают. И те движения, которые мы наблюдали по криптовалютам, они, безусловно, являются чем-то из ряда вон выходящим на финансовых рынках. Да, вы наверняка читали уже, либо где-то видели информацию о том, что есть термин, который называется финансовый пузырь, да, либо, то есть, вот искусственно нагнетающийся, да, ажиотаж. И, конечно, многие приводят некую аналогию между нынешним бумом по криптовалютам с тем, что уже наблюдалось в истории ранее. Но, конечно, мы имеем дело с чем-то принципиально новым, потому что подобного, скажем, некого технологического прорыва, да, вот ранее не наблюдалось. То есть, хотя, если мы посмотрим, например, на кризис доткомов, да, конца 90-х годов, который произошел на фондовом рынке США, то увидим некие схожие элементы, да, тогда также все очень быстро поверили в новую технологию на тот момент, это интернет, да, и все, что с ним было связано, и начали активно вкладывать свои средства в акции всех компаний, которые имели прямое или косвенное отношение к IT-сектору, к интернету различным продуктам и так далее. То есть, в итоге, как мы видим, по прошествии уже нескольких десятков лет, в итоге, да, остались лидеры, остались довольно сильные компании в данной сфере, но сфера в целом прошла некую очистку, да, то есть, вот, скажем, компаний не очень эффективных, да, с позиции бизнеса, и вот, попросту говоря, те, скажем, компании, которые на самом деле не заслуживали, да, внимания, а только воспользовались бумом, который царил вокруг сферы, вот они с рынка ушли. То же самое наверняка будет и с криптовалютой, вот то, что сейчас происходит, пока еще нет оснований считать, что это, скажем, крах, да, рынка криптовалют, это далеко еще не так, то есть, это, вероятнее всего, лишь обычная коррекция, которую мы уже неоднократно видели в текущем году, но об этом мы чуть позже поговорим, да, именно о рыночной ситуации, пока же нам важно понять некую основу фундаментальную, да, суть того, с чем мы имеем дело. Ну, вот, про то, что количество биткоинов заранее известно и ограничено, я думаю, вы тоже могли слышать, это на первом этапе я обусловил те движения, да, тот повышенный спрос, который наблюдался на криптовалютах, но затем уже другие причины влияли на рост биткоина, прежде всего, вот вы видите ряд причин на текущем слайде, почему рост биткоин, да, но нужно отметить, что те или иные фундаментальные факторы, которые влияют на рост биткоина и прочих криптовалют, они, конечно, постоянно меняются, то есть новостной фон, он циркулирует и постоянно обновляется, есть новые стимулы для роста, но природа этих движений, она несколько в другом кроется, да, именно в неких психологических аспектах, то есть мы видим, вот уже этот аргумент, да, мы сегодня приводили в ходе вебинара, мы видим, когда растет очень сильно определенный актив, да, причем, как нам кажется, что уже дальше расти ему некуда, он все продолжает, продолжает обновлять максимальные значения, да, передвигать эту верхнюю планку, то рано или поздно каждый задумается о том, чтобы начать инвестировать в этот актив в надежде получить свою часть прибыли с этого движения, потому что, ну, казалось бы, все довольно просто, и так на самом деле отчасти оно и есть, да, то есть есть некие, скажем, простые правила, соблюдая которые можно легко получать дополнительный доход в сфере криптовалют, да, то есть просто, скажем, познакомившись с ключевыми принципами торговли. И вот постоянный приток нового капитала, ликвидности, мы видим, что этот год стал рекордным в плане увеличения капитализации сферы, криптосферы в целом, поэтому именно приток новых средств вот и влиял на рост ключевых криптовалют. И вот тот запуск фьючерсных контрактов, которые мы наблюдали на фондовых биржах США, да, 10 декабря на Сибио и 18 в начале этой недели буквально на Чикагской товарной бирже. И, кстати, многие связывают текущее движение по криптовалютам с тем, что крупный и умный капитал, да, начал, получил возможность участвовать в этих движениях и инвестировать в криптовалюту посредством биржевых инструментов. И вот все это, конечно, влияет на текущую ситуацию. И вот еще раз повторю, да, главный аргумент, скорее не фундаментальные факторы, которые являются лишь некой дополнительной поддержкой, а именно приток новых средств, новой ликвидности обеспечивает постепенный рост криптовалют. Ну, конечно, мы знаем еще и про некую спекулятивную составляющую, да, связанную, например, с USDT, да, так называемый, то есть аналог доллара, который работает на биржах, да, но давайте пока опустим, да, уберем в сторону, скажем, некие спекулятивные моменты, потому что в любом случае, если даже мы сравним ситуацию, опять же, с фондовым рынком, да, то обнаружим, что на тех же площадках США очень давно регулярно происходят подобные действия, когда, скажем, группа инвесторов, да, участвует в накачке, резкой накачке ликвидностью какой-то небольшой акции, да, по аналогии с небольшими монетами, как сейчас это происходит, которая резко растет вверх, когда основная масса инвесторов подключается, вкладываясь в нее, те, кто купил, скажем, раньше, начинают свои позиции закрывать и продавать по наиболее дорогой цене, да, которая завышена спекулятивно. И, конечно, вот некий элемент манипуляции, да, мы в ходе, мы в ходе вебинаров наших также уже неоднократно разбирали, вот, но в целом, конечно, это является лишь также дополнительным фактором, почему растут криптовалюты на протяжении текущего года. Вот два основных термина, с которыми необходимо познакомиться, да, это блокчейн, это технология, на которой основаны все криптовалюты, то есть принципиально новый подход, скажем, к хранению, к обработке информации по сравнению с традиционным, то есть система является децентрализованной и нет какого-то единого командного центра, единого регулятора, и, конечно, на особенно первоначальном этапе это делало некую дополнительную поддержку, да, оказывало криптовалютам, делало их чем-то принципиально новым для экономической и финансовой системы в том числе. Да, недаром так много говорилось о том, что тот же Ripple, например, очень хорош, потому что его технология уже активно применяется ведущими мировыми банками для оптимизации своих процессов. ICO – это второй термин, который, пожалуй, стоит знать, это способ привлечения инвестиций для проектов на основе блокчейна. Реализовано это все на основе эфира, который, опять же, благодаря вот именно этому во многом обеспечил себе фундаментальную поддержку, и вот мы видели, как довольно стремительно он рос после некоторой затяжной консолидации, которая наблюдалась, скажем, с мая по декабрь, по сути, этого года. Поэтому вот инвестиции в ICO – это, пожалуй, тема для какого-то отдельного вебинара или трансляции, но, тем не менее, знать то, что такая возможность есть, и есть такой способ получения дополнительного дохода, конечно же, нужно. И, наконец, последний слайд наш касается того, на какой площадке можно торговать криптовалютами, потому что делать это можно не только на бирже криптовалют, с которыми вы, вероятно, также знакомы, но и через брокерские компании, которые отличаются тем, что являются регулируемыми и, конечно, более надежными в этом плане, то есть имеют некие дополнительные гарантии, которые, скажем, дать никакая из бирж криптовалют не может. Казалось бы, мы знаем, что под юрисдикцией США даже многие из бирж, ну, не многие, а несколько бирж работают, и, тем не менее, это не мешает им, скажем, делать довольно неприятные вещи для трейдеров, которые с ними работают, вводя сложные процедуры верификации, например, либо препятствуя выводу средств, а то и вовсе показывая время-тремень определенные технические сбои, которые очень мешают в повседневной работе. Поэтому вот через какую площадку торговать, да, через, скажем, бирж криптовалют, либо через брокерскую компанию, это тот вопрос, на который вам для себя предстоит найти ответ. Итак, в целом, с вводной частью, да, с теоретической частью мы закончили, да, и можем переходить уже в торговую платформу для того, чтобы в режиме реального времени посмотреть, что происходит с ключевыми криптовалютами. Сейчас я запущу трансляцию моего рабочего стола, вы сможете видеть платформу. Если вам все будет хорошо видно, то, пожалуйста, также поставьте плюсики в общий чат, и мы уже перейдем к анализу, в первую очередь, биткоин-доллар. Да, отлично, вижу плюсики, спасибо за обратную связь. Верно было замечено, я следил за обсуждением в общем чате, верно было замечено, что сегодня, да и в последние дни, да, биткоин является довольно слабым, то есть вот совпало два момента, это первый, скажем, скорее технически, да, то, что мы достигли отметки 20 тысяч долларов, ну, там на разных биржах, конечно, был разный курс, но в целом можно считать эту отметку достигнутой, то есть если даже учесть, что мы, скажем, немного не дошли до этого круглого значения, тем не менее многие считают отметку покоренной, да, и в целом я с ними соглашусь. И вот как раз-таки этот момент совпал с тем, что была запущена торговля фьючерсами и опционами на американской бирже, на товарной бирже Чикаго, и мы уже немного обсудили данный вопрос, да, именно крупный капитал, капитал инвесторов институциональных, которые работают на рынке США в первую очередь, да, это и различные хедж-фонды, управляющие компании, получили доступ к работе с биткоином. Конечно, это в разы увеличило, скажем, число участников, число денег, которые так или иначе связаны с биткоином, но нужно понимать, что это не увеличило напрямую капитализацию самого биткоина, да, потому что те инструменты, которые вращаются на фьючерсных площадках, они являются производными, то есть те компании, скажем, которые торгуют фьючерсами либо опционами, они не торгуют самим биткоином физически, да, они торгуют именно производным инструментом на него. Это то же самое, вот, кто не знаком с товарным рынком, то же самое, что, скажем, физическая нефть, да, и те так называемые деривативы, то есть фьючерсы либо, опять же, опционы на нефть, которых в разы, в разы больше, чем даже существует нефти в мире, да, то есть вы можете информацию проверить в интернете. И, конечно, несмотря на то, что торговля ведется производными инструментами, мы можем наблюдать, что эти действия, да, решения участников вторынка оказывают прямое влияние в любом случае на котировки физического биткоина. Но нужно еще понять, да, еще до конца не ясно, какая из этих вот двух ситуаций послужила и играет большую роль в текущей коррекции, да, в снижении котировок по биткоин-доллар, потому что все-таки думается, что многие были готовы заранее покрывать часть позиций, фиксировать хотя бы часть позиций на отметке в 20, либо вблизи отметки в 20 тысяч долларов. Плюс, если по графику, да, мы посмотрим, то многие, и по объемам, кстати, тоже, да, которые есть на ведущих криптобиржах, многие фиксировали позиции уже после того, как вот мы в ходе торговой сессии 19 декабря вернулись за уровень в 17, то есть опустились ниже 17 тысяч за один биткоин, да, потому что мы в ходе вебинаров неоднократно показывали довольно простую торговую стратегию по работе с биткоином, например, и прочими криптовалютами. Это покупка при обновлении исторического максимума, либо покупка при обновлении прежнего максимума цены. И вот на самом деле мы видим, что всегда после даже сильного роста есть некая консолидация по криптовалютам, и затем, когда уже актив пробивает верхнюю границу консолидации, выходит выше, появляется оптимальная точка для того, чтобы купить эту монету. И вот на самом деле подобная же точка для входа была, мы с трейдерами ее обсуждали, покупали, когда после консолидации, вот в тот момент времени, который я сейчас обозначу на графике, вот биткоин вышел выше отметки в 17-17.200 примерно, можно было его покупать, как раз таки он дошел до почти 20 тысяч, и после этого уже начал, как изначально казалось, так же консолидироваться, но вот после того, как он ушел сначала ниже 17 тысяч, стало понятно, что снижение может продолжиться в ближайшие дни, и так оно в итоге и происходит, но, опять же, довольно важный аргумент, который стоит сейчас брать во внимание, это то, что есть еще очень важный уровень поддержки, и самое главное, что не стоит пока поддаваться каким-то паническим настроениям, либо считать, что криптосфере пришел конец, срочно все продавать, закрывать все длинные позиции нет, отнюдь не так, пока еще все относительно спокойно, если мы берем в процентном отношении, то эта коррекция абсолютно нормальная, мы видели подобные же снижения и ранее, например, на негативе из Китая, когда осенью этого года биткоин опускался с 7,5 тысяч до 5 тысяч в моменте, и сейчас в процентном соотношении примерно такая же коррекция, то есть плюс-минус 5%, мы наблюдаем похожую ситуацию, но при этом вырастает, конечно же, амплитуда этих движений, то есть если мы, скажем, раньше видели свинчи гораздо меньшего размера, и биткоин, допустим, проходил в денежном выражении, скажем, там 400-500 долларов в день, то сейчас эта амплитуда увеличилась, но в процентном выражении, опять же, повторюсь, мы не имеем дела с чем-то новым, вероятнее всего, это вполне нормальная для любого финансового актива коррекция, и так ли это на самом деле, либо мы имеем дело с полноценным разворотом, будет понятно по мере того, как биткоин-доллар отработает отметку 14500. Именно 14500, это вот уровень нижнего, оранжевого цвета, который отмечен на графике, в данный момент, это область прошлой консолидации, и на самом деле, если вы, скажем, посмотрите любой базовый курс по техническому анализу, то обнаружите, что, во-первых, все эти моменты отлично работают на криптовалюте на протяжении всего нынешнего года, и в ходе наших вебинаров мы это подтверждаем, ну и, во-вторых, поймете, что пока еще нельзя говорить о полноценном развороте по биткоин-доллар, в частности, и можно будет, скажем, продавать, да, либо еще больше увеличивать объем по позициям на продажу, если вы уже в них находитесь, именно после закрепления ниже 14500. Пока же мы сегодня наблюдаем как раз-таки отскок именно от данного уровня, ну плюс-минус, да, повторюсь, на биржах цены могут отличаться, здесь важно именно графическую формацию заполнить и работать, да, именно по графику. И более того, если мы возьмем даже простейший индикатор, да, простую сквозящую среднюю с периодом 20, то увидим, что также сейчас дневной график, да, у вас перед глазами, то есть дневная свеча, получается, у нас вполне может закрыться выше этого графика. То есть пока в моменте мы сейчас несколько корректируемся, то есть то нисходящее движение, оно постепенно сейчас выкупается, но так ли это будет и закончился ли, да, вот этот вот шквал продаж, который мы видели сегодня, будет понятно несколько позже. То есть пока по, скажем, текущей реакции, да, рынка, можно говорить, что есть некий объем на покупку вблизи 14500, да, то есть есть первые признаки того, что может быть разворот локального, вот этого нисходящего тренда, и в таком случае биткоин-доллар может уйти выше, да, на покорение новых исторических значений. То есть ключевой, да, посыл, который из всего этого можно извлечь, потому что пока еще не стоит поддаваться каким-то паническим настроениям, да, если, скажем, вот мы сейчас перейдем к анализу других основных криптовалют, если по ним ситуация выглядит более печально, да, то есть коррекции более сильны и в процентах, и в номинальном выражении, то по биткоину все не так страшно выглядит. И более того, нужно учитывать сейчас довольно высокую капитализацию биткоина, то есть, скажем, обрушить его так же легко, как это было несколько лет назад, сейчас не получится, да, сейчас нужны еще некие фундаментальные основания, безусловно, для этого, не только, скажем, сам факт, да, фиксации прибыли на определенных уровнях. Поэтому, вот опять же, на сегодня нет какого-то серьезного фундаментального основания для снижения биткоина. Да, он перекуплен, но он перекуплен уже довольно давно, да, по всем, скажем, показателям, по всем индикаторам, но, тем не менее, приток нового капитала, он обеспечивает безостановочный практически рост биткоина. Поэтому данная коррекция – это вполне неплохой повод для того, чтобы купить, да, криптовалюту, именно биткоин. Причем сейчас это можно сделать с довольно коротким стоп-лоссом, то есть ограничить потери, да, поставив стоп-ордер за отметку в 14 тысяч, например, и закрывать свою позицию в случае, если вдруг он уйдет ниже. И на самом деле нужно некоторое время, то есть, да, выждать, потому что, скажем, факт того, что коррекция завершена, да, еще нуждается в подтверждении. И в ходе прошлых вебинаров мы также обсуждали те моменты, которые могут быть, да, признаком того, что коррекция завершена. Мы это обсуждали в ходе прошлого вебинара, кстати. Сейчас давайте предлагаю разобрать, да, некоторые моменты, которые могут нам помочь обнаружить именно первые признаки разворота и, точнее, продолжения тренда, да, то есть некие признаки окончания коррекции. Вот прошлые коррекции, которые мы видели. Сейчас я также обозначу их отдельно. Если мы берем в процентном соотношении, то, повторю, это примерно то же самое, что мы видим и в данный момент. И главный сигнал, который появляется, коррекция заканчивается после того, как есть некий повышенный объем на покупку, и его можно обнаружить по характерной большой свече зеленого цвета. То есть мы вот видим в данный момент, да, подобное поведение цены, когда за один день буквально выкупили, да, с трех тысяч, и в итоге день закрылся по 3 700. Это очень много именно в процентном выражении, да, было на момент. Вот в сентября как раз-таки это были коррекции на фоне негатива из Китая, да, блокировки многих сайтов, криптобирж, да, закрытие. Мы помним, я думаю, эти моменты. И вот подобная похожая ситуация. Также мы видим, что после того, как, скажем, происходит сначала сильное увеличение, да, объема на продажу, то есть все массово закрывают свои позиции. И затем также быстро находятся те, кто выкупает все эти моменты. И вот также здесь даже стоит говорить о формации из двух свечей, да, то есть одна из них довольно большого размера и красного цвета, вторая зеленого, ну, в нашем случае. Поэтому в данный момент, да, у нас есть довольно приличная, да, по размеру, да, по движениям свеча красная. И вот, вероятно, завтра мы увидим как раз-таки вот ситуацию с выкупом, да, если это произойдет. И, в частности, мы закрепимся выше отметки по 16200 за одну монету. Тогда можно будет говорить о том, что коррекция по большому счету завершена. Либо, вот сейчас отмечу уровень 16200. Это прошлый максимум, да, это максимум 7 декабря, да, если быть точным, 7-8 декабря. И вот затем следующий уровень, уровень консолидации, это в 17200 отметка. Вот именно когда мы окажемся, скажем, выше этих значений, уже у нас будет повод для того, чтобы купить, биткоин-доллар и рассчитывать на его затем уже быстрый рост, да, потому что мы видим, что после того, как коррекция заканчивается и есть признаки того, что актив вновь выкупают, после этого он растет уже очень-очень быстро. То есть мы также можем наблюдать некую консолидацию затем выше прежнего максимума. Да, это вот тоже ситуация характерная, которая была очень много раз на протяжении нынешнего года. Вот сейчас я специально хочу это показать, да, то есть вот консолидация, которая находится выше прежнего максимума. То есть вот уровень прежнего максимума, да, и консолидация выше него. Это вот то, что нужно искать, да, и то, что принесло довольно много денег в текущем году вот тем, кто работал по данной стратегии. По биткоину в целом все, да, то есть еще нужно отметить, что есть некая линия поддержки, если мы берем, скажем, направление тренда, да, но здесь скорее цена не дошла еще туда, куда должна была, да, вот если бы она, скажем, в моменте могла опуститься и ниже 14500, да, но если, скажем, мы можем считать уровень 14500 сильным, да, только после того, как цена бы вернулась обратно, да, то есть если бы она осталась ниже, то это значит, что локально биткоин мог продолжить снижение после этого. Поэтому план действий по биткоин, вполне, по биткоин-доллар вполне простой, да, ждать и работать от уровня 14500. То есть либо ниже, ожидаем закрепление ниже уровня и продаем его, то есть тогда уже снижение может на самом деле затянуться, но для этого, повторюсь, нужен фундаментальный некий еще повод. Либо сейчас мы увидим классическую ситуацию текущего года, когда выкупают весь негатив с рынка, мы видим массовые покупки, да, когда большинство считает, что цена уже приемлема для того, чтобы вновь войти в рынок, и увидим покорение новых исторических максимумов цены. Вот, то есть покупать, повторюсь, уже с огончательным подтверждением, можно будет выше 17 тысяч, ну, либо первые пробные, скажем, попытки с небольшим объемом можно сделать уже от, отметив 16300, 16500. По биткоину, в принципе, все на данный момент. Переходим к другим криптовалютам. На очереди эфир, да, мы про него так вот сегодня немного сказали. Довольно долго на протяжении текущего года эфир находился ниже, отметив 400 долларов за одну монету, и все ждали, когда же он выйдет выше, да, этих значений. Многие даже считали, что этого уже не произойдет, потому что мы видели, как сильно его продавали, да, в свое время, вот, этого максимального значения. Но, тем не менее, вот на волне всеобщего ажиотажа, да, когда вот сейчас уже в декабре, в конце ноября, мы увидели, что растет едва ли не все, да, все ключевые топовые криптовалюты по катетализации, которые были, там, скажем, в топ-10, они сильно прибавили. В цене кто-то больше, кто-то меньше, да, вот, и на этом фоне эфир также очень сильно прибавил. Мы видели вполне уже знакомую нам формацию, да, консолидация выше прежнего максимума. Вот здесь мы несколько раз, что называется, набили, да, этот уровень к 400, и от него уже увидели резкое ускорение в цене. На самом деле, на данный момент эфир корректируется гораздо слабее, чем некоторые другие, да, топовые криптовалюты, и гораздо слабее, чем биткоин, например, потому что часть капитала из биткоина уходит, в том числе, в эфир, да, поэтому темп его снижения сейчас меньше. Но в целом мы сейчас с такой ситуацией, вот именно сегодня, например, либо вчера когда, мы видим в целом уход из криптовалюты. То есть если раньше мы наблюдали ситуацию, когда, скажем, есть некий переток из биткоина в альткоины, да, и затем обратно, то есть сумма как бы по кругу туда-сюда ходила, и постепенно мы видели рост то биткоина, скажем, при одновременном снижении альткоинов, то наоборот, да, то в данный момент мы видим, что снижается все. Если мы сегодня посмотрим на графики ключевых криптовалют, то даже Ripple, вот который был, кстати, сегодня сильнее всех, да, и он, по сути, единственный, кто из именно известных, да, серьезных криптовалют вырос по отношению к доллару, да, и к биткоину тоже он прибавил, вот даже он сейчас несколько теряет позиции ближе к завершению сегодняшнего дня. То есть мы наблюдаем, что такую ситуацию, когда есть в целом отток капитала из сферы, да, то есть не просто изводить криптовалюту в другую, но в целом вот выход во фиат скорее, и это может быть, конечно, неким тревожным сигналом, но тем не менее, повторюсь, что фундаментальных оснований пока серьезных нет для дальнейшего падения. Да, есть там, скажем, ряд новостей, которые давят на некоторые отдельные криптовалюты, да, в частности, там мы знаем ситуацию с создателем лайткоина Чарли Ли, который заявил, что продает, да, все свои монеты, и лайткоин тоже теряет в цене довольно прилично, но это вполне закономерная ситуация, да, не нужно ждать вечного роста, то есть всегда следует за этапом подъема некая консолидация, либо снижение, мы об этом также много говорили в ходе прошлых трансляций, поэтому вот в данный момент стоит отметить, что есть отток капитала из сферы в целом, но, учитывая, что, скажем, эфир, например, снижается гораздо меньшими темпами, чем биткоин, то можно отметить, что и в него часть капитала тоже уходит. Что касается торговли, да, с позиции теханализа, то отметим, что есть два основных сейчас уровня, это уровень прошлого максимума, отметка в 700 примерно, да, 695-700 долларов за один эфир, и именно к этим значениям вполне мы можем добраться либо сегодня, либо в ходе завтрашней торговой сессии, поэтому можно, в принципе, продавать локально эфир и вот закрыть сделку, скажем, в полиси данного уровня. Но после этого вот будет как раз таки интересно понаправдаться тем, что будет с эфиром, потому что он имеет шанс, на самом деле, на продолжение роста. Фундаментально эта монета очень быстрее была. Мы видели, что в целом сейчас количество ICO-проектов, оно хоть и не растет, но несколько увеличилось качеством их по сравнению с тем, что было, скажем, в середине-конце лета и начало осени. Да, есть несколько ряд, некоторый ряд громких ICO, которые проходят. Поэтому в целом эфир постепенно набирает обороты, и сама технология смарт-контрактов, она выглядит очень привлекательно, и многие, скажем, правительства, крупнейшие корпорации рассматривают реализацию своих процессов и используют, так или иначе, начинают использовать либо рассматривают вероятность использования смарт-контрактов в своей работе. Поэтому вот фундаментально у эфира есть довольно неплохая поддержка, но в моменте, вот сейчас, думается, что он будет также корректироваться до одного из значимых уровней. Опять же, можно продавать сейчас, да, с довольно, правда, близко лежащей целью для закрытия позиций. Но вот если он окажется ниже отметки в 650 долларов, то, конечно, это падение ускорится. То есть это будет то же самое, скажем, что если биткоин окажется ниже 14500, то есть будет ускорение, снижение, потому что те, кто еще держит монету, будут ее. А также продавать у многих там, скажем, находятся стоп-ордера, ограничивающие убытки, потому что здесь была некая консолидация на этих значениях, и логично вполне было поставить, скажем, стоп-ордер именно за данным значением. Поэтому, вот опять же, снижение может ускориться. Эфир-классик далее у нас на очереди. На самом деле, мы ждали гораздо более сильного движения по эфир-классик. Не скрою, то, что после того, как он, опять же, довольно похожую ситуацию, да, нарисовал, мы видели прежний максимум, это значение 22 доллара, да, видели некую консолидацию выше этих значений. И затем он сходил, да, сходил до примерно 40, немного не дойдя, да, до этих значений. Но, на самом деле, конечно, все ожидали большего. То есть у нас стояли гораздо более высокие цели по эфир-классик. На самом деле, он еще может их отработать, потому что, опять же, зацепился, да, за вот следующий уровень. Сейчас он консолидируется выше отметки в 30-31 доллар примерно за одну монету. И от этих значений, если окажется выше, да, он может еще дойти и до 50-60 долларов в перспективе ближайших недель. Но, конечно, от него ожидали этих значений гораздо раньше. Учитывая то, как, скажем, сходили другие, да, криптовалюты, особенно Ripple, от эфир-классик ожидали большего. То есть просто даже самый простой аргумент был в том, что из вот наиболее известных топовых криптовалют эфир-классик остался одним, да, остался один вот из тех, кто еще не сходил, не увеличился там по несколько раз. И да, мы понимаем, что эфир-классик фундаментально, может быть, не так силен, как тот же эфир, да, потому что это является просто, ну, является по сути эфиром только с менее совершенной технологией, да, то есть, но тем не менее, вот на волне всеобщего ажиотажа, да, спроса на криптовалюту он должен был дойти до отметки в 50-60 примерно за одну монету, но пока этого не сделал. То есть все-таки капитал шел туда, что уже растет сильно, и вот что сильно росло, да, выросло еще сильнее, если говорить простым языком. Поэтому эфир-классик пока остался в стороне от больших движений, но может все-таки сделать еще порядка 50% от текущих значений уж точно. То есть здесь все внимание должно быть к уровню в 30-31 доллар, да, если мы остаемся выше этих значений, а еще лучше, если будут первые признаки роста, и мы окажемся выше 35 долларов, да, это вот как раз-таки там верхняя граница консолидации, которая есть в данный момент, о которой мы также уже говорили, то в таком случае, конечно, можно будет уже точно покупать эфир-классик, причем довольно существенным объемом. Если же он окажется ниже отметки в 20-30 долларов, то его нужно будет, наверное, убирать из портфеля, потому что если, скажем, он не рос, даже когда росли, скажем, все, да, и все-таки не прибавил столько, сколько мог прибавить, то пока его стоит, видимо, отложить до лучших времен, да, и поискать какие-то другие, более перспективные монеты в моменте. Двигаемся дальше. ЗКэш, это также один из лидеров, да, последних дней, очень сильно прибавил он по капитализации, конечно, не сделал, там, скажем, X3, X4, да, как некоторые от него ожидали, но вот на наш взгляд, именно по ЗКэш выполнены все цели, да, такие первые краткосрочные цели, потому что как раз, учитывая и его прошлые движения, и то, что он пошел позже, чем другие, да, криптовалюты из тех, которые мы рассматриваем, опять же, то движение по нему вполне, вполне себе состоялось, да, и весьма неплохое, поэтому далее стоит ожидать скорее коррекции от него, то есть пока не видно, пока не видно, скажем, сигналов к тому, что именно ЗКэш может продолжить рост. Причем сегодня, именно сегодня, вот по нему, как и по некоторым другим, кстати, криптовалютам есть такая свеча, которая характеризует то, что он может отправиться в долгую коррекцию. Вот нечто похожее есть по Litecoin, на самом деле, да, если вот так быстро посмотреть по Bitcoin Cash, да, отчасти похожая ситуация. То есть вот ЗКэш как раз-таки смотрится пока на коррекцию и вероятнее всего, там, скажем, тысячу, да, условно, круглый уровень, да, цель для некоторых инвесторов, вот с кем я знаком, да, мы вряд ли возьмем в перспективе, там, ближайших недель. То есть сначала он должен, скорее всего, отстояться, да, некая консолидация будет либо вот снижение до, вполне вероятно, даже не до уровня 430, да, это вот прежний максимум, который был еще в июне зафиксирован, но как минимум вот до этой отметки, то есть тоже одна из последних небольших непродолжительных консолидаций, да, это уровень в 500, кстати, да, то есть тоже круглое значение цены, поэтому до 500 он вполне еще может сходить, и там его можно постепенно будет начать откупать, пока же этого делать, пожалуй, не стоит. Далее мы переходим к Монерам, сейчас уберу все лишние, да, обозначения с графиком и несколько слов скажем также про эту криптовалюту. Монера стал настоящим открытием, да, то есть вот как раз таки то, что очень неплохо сходило, но вот то, что происходит в последние, скажем, два дня, это уже похоже на некую такую аномальную ситуацию, потому что на самом деле движение с 300 до почти 500 долларов, мы видим, что это аномально большое, сильное движение, да, и вот скорее похоже на то, что выбили всех из шартовых позиций, то есть те, кто поторопился вот с продажами вот в этой свече, да, потому что мы видим, что здесь была также сначала вынос тех, кто поторопился купить, да, потому что очень высокая тень, большая тень вверх, и те, кто покупал в этот момент, рассчитывая на сразу дальнейший рост, да, моментальный рост, их, вероятнее всего, выбили из рынка, потому что цена затем сходила до 300 почти долларов, и после этого еще отправилась выше, то есть вот те некие манипуляции, да, здесь налицо на самом деле, потому что мы видим, как, скажем, выносили позиции и в ту, и в другую сторону. Причем сейчас здесь сценарий работы во многом аналогичный тому, что мы уже разбирали, то есть здесь работа строится от прежнего максимального значения, это отметка в 350-360 долларов за монету, поэтому если мы сейчас также останемся выше этого значения, причем вероятно, что в перспективе ближайших дней там будет некая консолидация, да, по данному инструменту, то мы можем, конечно, уйти еще выше, но думается, что по Монеро также может быть более продолжительная пауза все-таки, и пока не стоит входить в нее каким-то большим объемом. Вот, а что касается лайткоина, да, то также вот мы видим, что происходит, да, когда есть какая-то прям аномально большая свеча, то есть аномально большой выход объема, здесь то же самое было по лайткоину, только несколько раньше, да, и после этого мы видим, что монета не растет, то есть она, да, особо и не упала, хотя коррекция была серьезной, но как минимум она не растет, вот то же самое вполне может повториться и по Монеро, если мы не увидим новые признаки к дальнейшему росту, да, то есть вот похожая во многом ситуация с очень резким ускорением, с очень резкими темпами увеличения, да, увеличение темпов роста, ну и затем она пока стоит в диапазоне, причем довольно широком диапазоне, на самом деле в нем даже мы торговали, то есть покупая вот нижних значений и продавая вот максимальных, особенно когда вот произошло закрытие вот данной свечи, да, после чего мы видим, произошло дальнейшее снижение. Сейчас ключевая отметка здесь 265 долларов за одну монету и сценарий по сути такой же, как и по другим фото валютам, если мы оказываемся ниже данных значений, то это говорит о том, что снижение затянется на довольно долгое время. Если же остаемся пока в рамках этого диапазона, то вероятно очень скоро сможем из него выбраться и отправиться уже к новым максимальным значениям, то есть при, скажем, выходе выше 350 долларов, да, вполне там может быть 500 и даже 600. Примеры у нас подобные были, тот же DashCoin, например, к которому сейчас переходим. По Litecoin, я думаю, да, вы слышали уже новость, которую мы сегодня также озвучили, то, что Чарли Ли, создатель Litecoin, закрыл полностью, да, не то, что закрыл свою позицию, а просто продал все, что у него было, да, потому что никакие позиции, скажем, он сам не открывал на покупку, он просто являлся изначальным держателем, да, как создатель Litecoin, а плюс, может быть, что-то еще докупал. Но суть не в этом, а в том, что он полностью, по его словам, закрыл всю свою позицию, да, продал Litecoin, потому что его смущал конфликт интересов, да, который был, то есть он заявлял о том, что любые его слова по поводу судьбы дальнейшей Litecoin, они воспринимаются как некий призыв к действию и манипулирование рынком, что, как мы знаем, может, скажем, со стороны регуляторов США, конечно, столько наказываться, да, поэтому он решил избавиться от этого конфликта интересов, попутно продав все свои Litecoin, причем, конечно, сделал это по очень хорошей цене, да, вблизи там 300 примерно долларов, я думаю, он успел большую часть точно зафиксировать, но тем самым вот вызвав некоторый дополнительный еще обвал котировок по этой криптовалюте. Что касается Dashcoin, то также нужно сказать, что покупать его пока не стоит, на самом деле мы видим, как все больше и больше, да, остановились эти рывки, да, то есть свечи зеленого цвета, они постоянно увеличиваются чуть ли не в два раза, да, по сравнению вот с прошлыми. Сейчас я отмечу эти моменты на графике. И вот последнее, да, то есть вчера, в ходе вчерашней сессии, то есть с тысячи, да, даже чуть выше, да, с тысячи до полутора тысяч, сходили буквально сзади, поэтому, конечно, ждать, что еще выше сходим, пока не стоит. То есть те, кто, скажем, покупал, да, гораздо по лучшей цене, они уже свои позиции постепенно закрывают и будут рады, то есть если появится новый объем на покупку, будут рады закрыть свои позиции по выгодной цене, чтобы еще не обвалить при этом рынок. Поэтому, конечно, пока не стоит ждать возможности дальнейшего роста по DashCoin, делать это можно только в случае, скажем, маловероятной ситуации, когда в течение ближайших дней мы выйдем выше отметки в 1400 опять, да, причем на сильных объемах. Вот тогда, конечно, он может улететь и до 1800, может быть, до двух, но, повторюсь, это очень-очень маловероятный сценарий. Скорее всего, монет отправится на тысячу, да, за тысячу, это тот уровень поддержки, который есть в данный момент. И, кстати, обратите внимание, все технические, да, вот модели, графические модели, да, свечные формации на графике, они очень-очень похожи на всех криптовалютах, и мы это уже неоднократно подтверждали в ходе наших вебинаров, говоря, в частности, в прошлом о том, что вот есть так называемые отстающие, да, и криптовалюты, да, которые показывают такие же точные движения, которые вот несколько дней назад, скажем, показывала какая-то другая монета. И примеров тому была масса. Ну вот, пожалуй, того, что по Ripple происходит, не так часто удается встретить, да, это то, что вот сейчас до сегодняшнего дня Ripple был в такой же примерно стадии, да, как сейчас Litecoin, вот вы, я думаю, найдете сходство большое, ну, примерно то же самое, хотя скорее нет, да, по Dashcoin и по Ethereum Classic, но вот самый яркий пример все-таки Litecoin, да, вот он, опять же, очень маловероятно, но может повторить то, что сделал Ripple, то есть после, казалось бы, очень сильного роста, да, когда была продолжительная консолидация и могли сходить на самом деле еще ниже, он показал достижение новых исторических максимумов, да, сделав это сегодня и сделав это довольно агрессивно. То есть сегодня Ripple абсолютный лидер, да, скажем, по росту и по отношению к биткоину, например, и по отношению к, если в долларах считается, то всем более. И на самом деле это сейчас выглядит наиболее перспективной монетой, на самом деле, вот за сегодняшним движением, сегодняшним днем мы можем увидеть еще похожее, то есть вполне, вот если сегодня закроется Ripple более-менее близко к максимальным значениям, а лучше еще и выше отметки в один доллар, да, это будет психологически важное достижение, то в таком случае завтра мы наверняка увидим новый рост и можно будет локально успеть забрать еще довольно серьезную прибыль с этой монеты и после этого уже точно будет какая-то небольшая коррекция, либо консолидация, да, точно будет стоять на месте. Но вот пока, если, скажем, вы не знаете, что купить, да, то при прощих равных Ripple можно покупать, как бы, каким бы перекупленным, да, он не выглядел сейчас, тем не менее, вот его сегодняшнее движение показывает, что он может еще пойти выше, но опять же, если благоприятно закроется сегодняшний день, да, для него, то есть дневная свеча будет закрыта вблизи верхних значений и, повторюсь, выше, желательно выше отметки в один доллар. И биткоин кэш, вот который, который мы явно видели, да, перелив с биткоина, вот, это то, что мы также уже наблюдали много раз на протяжении последних недель, когда биткоин стоял на месте, например, либо снижался, в это время биткоин кэш агрессивно-агрессивно рос и набирая в цене. То же самое абсолютно произошло и в данный момент, да, то есть после, особенно после пробоя отметки в 1700, прежний его максимум локальный, да, потому что он до 2,5 доходил. Вот после этого стало понятно, если мы посмотрим еще и на график биткоина в этот момент, да, это 18 декабря, если быть точным, то абсолютно, абсолютно закономерная ситуация, когда биткоин начал проседать, а биткоин кэш агрессивно обновил свои локальные максимумы и после этого улетел вверх. То есть это был отличный сигнал, который был в нашем торговом части, насколько я помню. И биткоин, конечно, на самом деле был одним из лучших, вот бы, сегодняшнего дня. Сегодня он, пожалуй, свою вот эту агрессивную волну роста завершил. Сейчас мы также находимся в некой стадии коррекции, либо будет боковая консолидация, да, некая, и после этого уже, то есть дальше будет видно, пока еще рано следить о том, продолжит ли он дальнейший рост, либо останется, скажем, на этих значениях. То есть все будет зависеть от состояния криптосферы в целом. Потому что, повторюсь, опять же, пока есть некая неясность относительно судьбы и биткоина, и, значит, и других криптовалют тоже. То есть вот те тенденции, которые мы обозначили, да, тот элемент того, что есть в целом отток ликвидности из криптосферы, он немного настораживает, опять же, но, вероятнее всего, это просто те закономерные коррекции, которые мы вполне себе можем ожидать. На этом в целом все то, что мы хотели рассказать, заканчивается, да, подходит к концу, поэтому сейчас быстро пробежимся по всем вопросам, которые вы задавали в общем чате и которые напрямую касаются нашей темы. Да, ну, по отображению графика, я думаю, разобрались, да, с помощью техподдержки. В бинаре нужно было просто раскрыть окно. Ripple мы разобрали, да, Сергей? Я думаю, вы успели и смогли про него послушать. Стоит ли менять эфир на биткоин? Ну, на самом деле, мы отмечали, что есть такая тенденция, да, особенно сегодня, когда вот отчасти в эфир, да, из биткоина выходили средства. Но сейчас, кстати, на самом деле, если не сегодня, то вот на днях, да, после того, как мы получим эти признаки того, что коррекция биткоина завершена, да, и будет дальнейшее движение, вот в таком случае, конечно, стоит эфир поменять на биткоины, потому что биткоин будет в моменте сильнее, чем эфир. Это абсолютно точно, да, потому что эфир сейчас находится немного в другой стадии, да, рынка, а биткоин в то же самое время после коррекции, мы знаем, что очень сильно напирает темп, поэтому вот, конечно, в случае, если, скажем, сейчас мы увидим первые признаки подтверждения того, что коррекция по биткоину завершается, то, конечно, можно будет поменять эфир на биткоин, он будет в моменте сильнее, в этом сомнений, пожалуй, нет. Так, и по разделу все технические вопросы, да, по спредам, по тому, откуда берутся котировки, и лучше узнавать о технической поддержке, да, потому что это все-таки не тема для вебинара, мы все-таки разбираем и анализируем именно рынок, да, а не, скажем, торговые моменты. Вот, поэтому по торговым условиям обратитесь, пожалуйста, в техподдержку, либо к клиентскому менеджеру Амаркетс, вот, вам обязательно все расскажут, да, торговать криптовалютой в компании Амаркетс можно, и можно сделать это в вполне достойных условиях. Ну, про биткоин, да, в вопросах вижу довольно много, мы, я считаю, исчерпывающий комментарий по биткоину предоставили. Что касается того, стоит ли продавать биткоин перед Новым годом, то, возможно, да, это и стоит делать, но только если вы, скажем, сами планируете несколько отойти от дела и не следить за рынком в период новогодних праздников, потому что думается, что все ключевые участники рынка и, в частности, волатильность, да, она никуда не денется. Биткоины и криптовалюта, это несколько особые, да, активы, мы знаем, что даже торговые по ним выходные ведется, в отличие от фондового рынка, поэтому там на праздники, либо, скажем, на отдых никто не уходит, и думается, что криптовалюты будут ходить. Также хорошо, по крайней мере, если не ключевые, не топовые, да, то какие-то небольшие монеты также будут выстреливать, поэтому будет наверняка возможность заработать вот в этот момент времени. Если вам психологически так спокойнее, то можете биткоин перед Новым годом продать и далее уже работать, начиная с января. Ну что ж, на этом все, пожалуй, сегодня, также, если у вас какие-то вопросы еще остались по торговым условиям, либо по анализу рынка, обращайтесь в компанию «Амаркетс», с радостью поможем, ответим на все эти вопросы и обязательно найдем какое-то решение для вас подходящее. Спасибо, что были с нами, всем успехов в торговле, всего доброго, и увидимся уже на следующей неделе в четверг, да, вероятнее всего. В это же время следите за анонсами дополнительными в нашем телеграм-канале и на сайте компании. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok